Нашли интересное место. В дереве выросли очень много подков. Нашли кованую цепь, кованые элементы. И вот там вот дальше, короче, видимо, дом был. Я бы сказал кузница. Да, скорее всего кузница. Распуткованные вещи. Давай-ка посмотрим. Вот здесь куча, просто куча подков. Причем вон на некоторых даже гвозди видно. А вот подковы, которые в дерево росли. А чуть подальше, даже большая подкова, если сравнить. Маленькая и большая подкова. А чуть подальше он здесь. Вот тоже кованый шепь. Тоже под дерево уходит. Ведь никому не понадобилось, никто не достал, да, удивительно? Ну... Так-то по идее. Потому что здесь подкопано явно, вон там лопатой. Ага. Вон там вот, да? Ну да. Ну ее дошли, видимо, металлоискатели. Мы искали, искали. Да, видно, их интересуют более ценные артефакты, чем какая-то труба тут кованая. Непонятно. Какое-то то ли дышло, то ли что. Может быть это, да, одно от телеги. Да, что-то такое. Длинная-то она и толще, толще, толще становится. То есть явно какая-то кованая, а не по ничто. Да. Древняя семья. Ну это да, кто-то повесил. А, нет, хотя... Он же не врос. А, карабин вот тут. Карабин такой. Какой-то современный. А вот здесь была землянка в военное время. Да, вот здесь ищи лежат. Вот, я говорю, прегменты кованые тоже. Вот, если приглядеться, то, что это кованые именно. Вот здесь вот прекрасно видно, то, что квадрат. Да, да и гвоздь откованный. Ну, не коваратные такие. Уж явно кованые. Вот это... Да тоже, смотри, завернутые и откованные. Да. Тоже он кованые. Видно, что он убит. Отверстие пробито, а не просверлено. Да. На горячую. Угу. Убивается. Потому что быстрорежущей стали еще не было. Да, вот еще какая-то тоже кованая элемент. Ну, нет, это может быть и не кованая. Больно тонкая. Нет, кованая, потому что шурупы, вот они. А, на заклепках? Да, на заклепках. Похоже на то, да. Вон, видишь, здесь петли тоже не приварены, а именно как-то вот вдавлены, выдавлены, что ли. Ну, может, насквозь, а с обратной стороны загнута. А, да, пластина, да, внутри, короче. Угу. Какая-то, видимо, от какого-то оборудования. Ну, это может быть с военной? Ну, может быть, да, с военной, скажи все. Вот тут уже болтики идут. Вот, тоже под дерево уходит. Что уходит? Да, тоже железка под дерево уходит. Ага. Ага. Тоже кованый, видимо. Нет, здесь вроде болт-то такой обычный. Ага. С резьбой, хотя гайка квадратная странная. То есть какой-то самодельный. Ну да, резьбу-то резать умели, в принципе. Ну да. Как по дереву хрячется. Ага. Вот такое вот место, богатое артефактами. На дерево повалило этой зимой. И вот открылась правда. Здесь, кстати, еще видно, что все вот это обуглено здесь. То есть это уголь старинный какой-то. Может быть с войны, а может быть и довоенный. Их подков тут полным-полно. здесь вероятно была кузница может быть и части гор на этого потому что вот такие элементы вытяжка как бы да это кузнечная повсюду разбросаны кирпичи и вот такая полянка и на ней ничего не растет в смысле деревья не растут то есть там явно какой-то фундамент под землей поэтому деревья расти не могут одна трава либо фундамент либо настолько земля здесь уже божжена столетиями что деревья отказываются расти войну здесь конечно же была активность тут землянка была большая целый взвод на она помещался 30 человек ну а здесь собственно говоря подъездная дорога может подсказать да ну все заросло конечно уже насмерть такое вот интересное местечко надо будет сюда прийти летом ну грибы собираем ходим вот сюда зайти кто-то заснять как будет выглядеть это место летом тогда будет все зеленое часто вот 10 мая еще только трава начинает пробиваться там туда даже дорога продолжается как бы но это старинная тележная дорога там вот куда мы идем находится деревня вот дорога туда она идет и там вот чуть левее будет пуск крите и там мостик через реку и да за рекой деревня колодец возможно был потому что такая форма довольно правильная и довольно глубокие конечно засыпаны там в нем тоже наверняка полно артефактов можно магнит с собой взять и подоставать что там интересное на этом репортаж заканчиваем и вам доброго до свидания